Оксана Юдина впервые оказалась в травматологии с ушибом. Пока врач рассматривает снимок, женщина причитает, ведь ничего не предвещало беды. Падение случилось еще на пороге собственного дома. Как раз этим утром хозяйка не посыпала двор солью и песком. Вот и последствия. Зацепилась, а там еще собаки у меня две. И там порожек скользко, и я упала еще наверх торфу с ведром. Ну, еще как-то пришла домой, ну, недалеко там. Ну, пришла, все, звоню, дочки. Ну, вызвали скорую, скоро быстро приехала. Спасибо им. С потеплением все опасные участки растаяли, и, казалось бы, о гололедных травмах можно забыть. Но погода непредсказуема. Дождь, переходящий в мокрый снег, покрывают улицы ледяной коркой. Дороги и тротуары превращаются в каток. К травматологам с самого утра обращаются пациенты с ушибами и растяжениями. Пока случаи единичные. Чтобы попытаться избежать травм при падении, желательно, во-первых, одеваться в зимнюю одежду. Она, как правило, всегда смягчает при падении травмирующий агент. Если уже упали, начали падать, то желательно, как сказать, сгруппироваться, прижать руки к ту вещью, не махать ими. Среди самых опасных мест – тропинки, ступеньки, подходы к пешеходным переходам. Главное, на чем настаивают медики не заниматься самолечением и оперативно обращаться за помощью. Еще одна опасность – холодовые травмы. Вместе с циклоном Аксель в страну неожиданно возвращаются морозы. Температура в некоторых районах до минус 19. В субботу и вовсе передают до 25 ниже нуля. Мокрая одежда или обувь – верный путь к обморожению. Причем не обязательно, чтобы за окном был сильный минус. Лучше всего одеваться многослойно и отдать предпочтение натуральным тканям. Аксель усложняет жизнь не только белорусам. А в России в ближайшие сутки температура опустится на 10-20 градусов ниже климатической нормы. В Санкт-Петербурге и Москве – до минус 25. В Архангельской области ожидают ниже 37. В Якутии, на Чукотке – и вовсе 50 градусов мороза. Тем временем на север Калифорнии надвигается сильный шторм. Людям предлагают эвакуироваться. Местные власти объявили чрезвычайное положение.